Студенческая пора для многих юношей и девушек – самое незабываемое и интересное время, где перед молодыми людьми открывается много неизведанного. Возможность не только получить знания в области выбранной профессии, но также проявить себя. Для каждого студента начинается совсем иная жизнь, говорит студентка колледжа сферы услуг Валида Никиева. Это не только учеба, то, что мы приходим, занимаемся, не только получаем знания здесь от хороших преподавателей, со стажем работы, получаем много знаний, но и это общение со знакомыми, с друзьями, с одногруппниками. Студентами будет намного интереснее, потому что здесь все ярко, все кажется новым, интересным. Колледж сферы услуг начал работать с 1966 года, вначале как техническое училище. На сегодняшний день в нем готовят профессиональных специалистов в таких направлениях, как повар-кондитер, портной, веб-дизайнер, младший медицинский работник, парикмахер и ряд других. По словам заместителя директора по учебно-воспитательной работе Дины Исламовой, для каждого студента важно не только стать профессионалом своего дела, но и выработать личностные качества. У меня складывается ощущение, исходя из многолетнего опыта, что на долю нашей молодежи выпадает очень много испытаний. Они заканчивают основную школу, и перед ними уже стоит такой выбор, идти ли дальше и подвергать себя испытаниям едиными государственными экзаменами, или выбрать все-таки профессиональную деятельность. Сегодня ремесло прокормит любого человека, и большая часть, сознательная часть молодежи выбирает именно освоение профессии. Они к нам приходят после 9 класса, после 11 класса. И наша задача – помочь им легко адаптироваться. Я бы очень хотела поздравить всех наших студентов города Хасавюрт с наступающим Днем студентов, чтобы эти годы, которые вы посвятили учению, дали вам прочную базу образовательную, но и самое, наверное, главное, чтобы вы вспоминали об этих годах, как о лучших годах учебы. Помимо образовательного процесса в колледже созданы условия для всестороннего развития – творческие и интеллектуальные кружки, посредством которых для молодых людей предоставляется возможность поучаствовать на всевозможных конкурсах и фестивалях муниципального, республиканского, а также всероссийского масштаба. У нас существует несколько кружков, скажем, в молодежном центре – это патриотические, волонтеры, творческие. То есть у нас основная тенденция молодежного центра – это как бы занять каждого ребенка, то есть вызвать у него какой-то свой интерес, помимо учебы, то есть чтобы у него было желание приходить сюда, как бы видеть эту студенческую жизнь. По мнению Раисат Арсамбеевой, студенческая жизнь – особое время, наполненное исключительной энергией действия, жаждой постижения всего нового и накопления знаний. Входишь в эту жизнь студенческую, уже когда, например, осваиваешься, тогда уже интерес проявляется, например, когда уже мероприятия разные и так далее, участвуешь, когда уже ведешь активную жизнедеятельность. Имеется в виду не в плане вот одна учеба, ты учишься, учеба, 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 учеба. Нет, а вот когда ты участвуешь, иногда складываешь, я не знаю, какую-то свою частичку. Студенческая пара не ограничивается только изучением дисциплин, лекциями, семинарами и контрольными работами. В этот период есть возможность проявить себя и свои способности в самых разнообразных ситуациях. Многообразие студенческой жизни позволяет молодым людям не только расширить свои образовательные возможности, но и занимать активную жизненную позицию.